Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам о раздаче прав youtube. Точнее не так. Когда я хотел делать скринка 100 раздачи прав, я столкнулся с такой проблемой. Из правки Google написано, зайдите в настройки и назначьте администратора. А в настройках канала такой функции просто нет. В чем тут дело, подумал я. А дело оказалось в Google+. По идее функция добавления администратора находится здесь. Сейчас ее нет, но она появится после того, как вы свяжете свой канал с плюс страницей. То есть заведете страницу своей организации в Google+. Этим мы сейчас и займемся. Google завел специальный раздел для страницы организации. Google мой бизнес. Чтобы совместить приятное с полезным, я заведу страницу для знакомой женщины и конописца. Она пишет на заказ, вдруг прилетит что-то из Google. Итак, старт нау. Заполняем поля. Ну тут все предельно понятно. Страница есть, но для того, чтобы воспользоваться всеми благами Google, ее нужно подтвердить. Причем самый передовой в мире Google предлагает подтверждать ее по почте. Обычной, бумажной и даже не просто по почте, а по почте России. Поэтому мы это пока пропустим. Google пишет, что письмо идет в среднем 26 дней, а код нужно ввести не позже, чем через 30. Так, ладно, главное, страница есть. Я ее сейчас быстро дооформлю. Лучше все всегда оформлять сразу, ибо нет ничего более постоянного, чем временное. Вообще, на странице организации в Google+, в отличие от, скажем, Facebook, очень мало информации. В основном фоточки. Главное, что здесь есть, это ссылка на сайт. И этого действительно достаточно. Главное, чтобы по запросу в Google, как он и обещает, информация выскакивала справа в красивом окошке, и появлялся маркер на Google Maps. А дальше уже люди все почитают на сайте. Ну вот, страница в общих чертах готова. Идем связывать ее с YouTube-каналом. Итак, я сейчас в аккаунте Вовы Ломова. У меня есть канал Вовы Ломова. Канала мне не жалко, потому что у него нет подписчиков, и на нем нет видео. Через 20 секунд этот канал перестанет существовать, и на его месте явится новый, иконописный. Идем в настройки. Дополнительно. И нажимаем связать канал с плюс страницей. А вот, каким он будет после перемещения. Он станет каналом страницы иконы ручной работы. Я уже не буду там фигурировать, но останусь владельцем аккаунта, поскольку и страница, и ее новый канал также принадлежат мне. Все, нажимаем связать канал, переместить, и все. Теперь канала у меня нет. Точнее, еще нет. Но зато у икон ручной работы в настройках появилась функция добавить, удалить администратора. Вообще, здесь есть даже какая-то логика. Если канал ваш личный, у вас просто нет необходимости раздавать на него права. А если у вас такая необходимость появилась, значит вы уже организация, и неплохо было бы вам иметь свою страницу в Google+. Понятно, что в основе лежит стремление к Google раскрутить свою социальную сеть. Но вы, как пользователь, можете заработать на этом стремлении определенные бонусы. И теперь коротко о раздаче прав. Как я уже говорил, это происходит здесь. Сейчас я выступаю в качестве владельца аккаунта и могу сделать вот так. Понимаете, да? Если у вас 300 тысяч подписчиков на YouTube и вы шли к этому потом кровью и финансовыми вливаниями, потом дали кому-то ваш пароль, ну просто потому, что не знаете, как раздавать права. И все. Случайно удалил, обиделся на вас и удалил, не важно. Важно, что непоправимо. А сделать-то нужно всего два движения мыши. Выбрали пользователя, выбрали роль, отправили приглашение. Человеку приходит приглашение, он его принимает и начинает работать. Еще два слова о правах. Владелец может почти все. Менеджер не может почти ничего. Администратор тоже может почти все, но не добавляет администраторов и менеджеров и не может удалить страницу, что в общем-то нам и требуется. Ну вот. На мой взгляд, все-таки не будет лишним для вас завести в Google Plus страницу для своей организации. И если у вас есть корпоративный канал, то вам обязательно нужно раздавать на него права, а не отдавать пароль владельцу. Почему? Я уже объяснил. Все, любите друг друга, заводите страницы, каналы и делайте это правильно. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.